На данный момент известно, что Департамент государственной инфосистемы Эстонии заявил о том, что примерно 750 тысяч ИД-карт, выданных в Эстонии с октября 2014 года, имеют теоретическую уязвимость. На сегодняшний день угроза риска минимальная, и пользователи могут производить ежедневные онлайн-операции по-прежнему при помощи ИД-карты. Тем не менее, в течение месяца ожидается подробный отчет ученых, который выясняет все возможные риски в связи с уязвимостью документов, основываясь на котором разрабатывается решение проблемы. Одна из важнейших мер по снижению рисков — это то, что мы говорим об этом. Мы оповестили общественность о том, что существует теоретическая угроза безопасности. И таким образом обратили на это внимание людей, разумеется, наше внимание тоже. Так представительства уже готовы к возможным вопросам. Представители полиции призвали тех, кто пользуется интернет-возможностями ИД-карты, проверить, указан ли верный адрес электронной почты на государственном портале STEE, потому что оповещения о возможных необходимых обновлениях будут передаваться именно посредством электронных писем. Также рекомендуется задуматься об альтернативных способах, например, обзавестись мобильным ИД. Мы советуем людям оформить себе мобильный ID, потому что это, во-первых, удобно, можно проводить все интернет-сделки, будучи на охоте, рыбалке или за границей. То есть не надо всегда иметь при себе ИД-карту и считыватель. К тому же, по оценкам экспертов, мобильный ID достаточно безопасен. Как еще раз подчеркнули представители полиции, угроза риска теоретическая, то есть на самом деле пока что никакой опасности нет. Уязвимое место документа обнаружено и разрабатываются меры устранения возможного риска ради достижения полнейшей защиты пользователей. Однако до местных выборов окончательное решение найти и разработать не удастся.